Всем привет на моем канале! Хочу с вами поделиться, как я в домашних условиях готовлю безглютеновую муку. И это мука у меня из пшеной крупы. Ее я добавляю при приготовлении оладушек, приготовлении булочек, приготовлении блинчиков. То есть разных таких мучных истилей, которые я готовлю без глютена. Что мне для этого понадобится? Значит я беру пшеную муку, хорошо-хорошо ее промываю в нескольких, даже топ-5-6 проточной воде. Мою, смываю, мою, сливаю. То есть вот хорошо-хорошо, пока водичка станет прозрачной. Дальше заливаю я ее на ночь водичкой и утром начинаю с ней работать. Еще раз. Вот в таком состоянии у меня, ночь простояла моя пшеная крупа. Я ее еще раз промою хорошо и на друшлаг. И у меня есть такое еще приспособление, чтобы можно марлю подстелить, чтобы хорошо она стекла. То есть, дабы не было там водички, чтобы она хорошо-хорошо уже была стекшая. Она у меня вся стекла, воды нету. И я теперь раскладываю, высыпаю ее на противень. И буду ставить в духовку градусов на 60 минут, сначала на 20. И периодически я буду лопаточкой в духовке помешивать, чтобы со всех сторон она подсушилась. Прошло 20 минут. Вот. У меня вся крупа подсохла. Она прекрасная. Прекрасная. Вот вообще вся подсохла. Все замечательно. Теперь мне нужно ее измельчить. Я беру небольшими порциями кофемолку. Небольшими порциями. Кофемолку загружаю. И начинаю превращать в муку. Я и по чуть-чуть прокручиваю, измельчаю, измельчаю, останавливаюсь, смотрю. Еще мне нужно немножко потряхиваю. Еще раз. И еще раз я прокручиваю. Смотрите. Она прекрасна. Вот я. Смотрите. Прекрасно. Измельчает кофемолка. И таким образом я потихонечку загружаю. Таким образом я всю крупу измельчаю до состояния муки. Для приготовления муки прошло не очень большое время, как я ее превратила из крупы в муку. Смотрите. Прекрасная альтернатива для выпечки, безглютеновой выпечки булочек, блинчиков и оладушков. Вот таким образом я готовлю безглютеновую пшеную муку для выпечки. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Я буду очень рада. Всем пока-пока. И до нового видео.